Привет, я Майкл Мэн из EA. Я покажу вам новый Need for Speed Pro Street. Сериал переходит на новую ступень развития на международную арену. Теперь вы будете соревноваться с лучшими уличными гонщиками всего мира за звание короля улиц. Это главная цель игры. Вы должны будете побеждать их в различных состязаниях, включающих дрифт, дрэг, грипп заезды и гонки на скорость. Для этого вам придется совершенствовать свой главный инструмент — машину. Вы сможете улучшать и менять ее характеристики, чтобы наилучшим образом выступать в каждом из видов игры. Один из важных элементов игры, которые мы хотели полностью переделать в этом году — это физическая модель машин. Мы хотим создать реалистичную жесткую атмосферу, где вам придется выжимать из машины все, на что она способна. Так что мы полностью переделали физическую систему. Теперь вы сразу почувствуете разницу между RX-7 и угловатой Кудой. Опять же, если вы слишком резко будете поворачивать, то сможете буквально почувствовать под собой подвеску автомобиля. Чтобы сделать машины еще более реалистичными, мы добавили дым. Он как бы связывает игрока с машиной и дает ему почувствовать лошадиные силы и мощь двигателя. И знаете, люди обожают выписывать круги на месте и пускать дым из-под колес. Сейчас мы покрутим машину вокруг, видите, дым выходит сзади. Опять же, мы хотели сделать его реалистичным. Если посмотреть с этого ракурса, становится видно, как дым выходит из-под заднего колеса. Это помогает нам создать жесткую, живую атмосферу и привязать машину к земле. Еще одно новое введение. Теперь за каждым столкновением последует неизбежный результат. Фанаты сериала уже три года просили нас включить в игру систему повреждений. Не вписались в поворот, ждите последствий. Отъеду назад. В этом году в Need for Speed появится очень детальная обработка повреждений машины. Как видите, у нас изрядно помялся бок и повисло зеркало заднего вида. Повреждения обрабатываются в зависимости от скорости и угла, под которым вы врезаетесь. Два лобовых удара сильно скажутся, как на результате, так и на кошельке. Давайте ударимся еще раз. Вы можете увидеть, что все повреждения обрабатываются в реальном времени. В зависимости от скорости удара меняется и уровень повреждений вашей машины. Как видите, у нас еще сильнее помялась передняя панель, открылся капот и повис бампер. Сейчас я покажу вам гонку на скорость. Это новый режим в Need for Speed. Он сделан специально для игроков, желающих выжать из машины все, на что она способна, и по-настоящему проверить свои навыки. На создание этих трасс нас вдохновили скоростные шоссе по всему миру. Такие, например, как Токийская автомагистраль и автобаны. Мы создали 20 миль таких дорог. Там нет резких поворотов, но на скорости 190-200 миль в час вам должно хватить и того, что есть. В этом году наш искусственный интеллект стал использовать стандартные тактические ходы гонок. Он будет пытаться заблокировать вам путь, столкнуть вас с дороги. У него будет целый ряд стратегий, направленных на то, чтобы заставить вас допустить какую-нибудь ошибку. Любой ваш просчет он может использовать в своих целях. Слишком широко вошли в поворот, он пройдет по внутренней траектории. Как я и говорил, в новом Need for Speed каждое столкновение понесет свои последствия. Субтитры создавал DimaTorzok